что друзья не успел я вам записать ну тут принципе ничего такого сейчас процессе расскажу мы здесь установили 50 ампер 50 киловаттные прошу прощения инвертора два инвертора на каждом по 6 кластеров батарей по 11 стоит по 56 киловатт все то же самое только следующий контейнер запустили майнеры ну времени просто не было в процессе все показывать но накопились ряд вопросов которые я сейчас будем ехать назад в машине и я сейчас вам все это дело расскажу кстати некоторые говорили что вот для вентиляции жарко нужно делать решетки мы сделали решетки вы видите да на всех контейнерах установили решетки вентиляционные да действительно вещь очень полезная мы не стали здесь делать вытяжные вентиляторы у нас сами майнеры стоят близко к решетке и своим потоком они как вытяжные вентиляторы вытягиваются создают поток отрицательное давление создает и поток выходит сам контейнер когда двери все закрыто ну прохладно из решетки все дует все прям прекрасно друзья начну с того что мы выехали сюда сегодня по причине того что у нас майнер отключились отключились батареи стали разбираться ситуация произошла такая так как у нас подключены несколько кластеров батарей и они все идут через площадь постоянного тока и в этом щите есть еще коммутационный блок от компании дай нас от которой нам поставили батареи и этот блок делает возможность подключения несколько кластеров по коншине то есть туда заводим со всех батарей этот провод коммутационный дальше идет блок который суммирует емкость много вопросов было под видео в котором пытались ампер часы переводить киловатт часы и так далее сейчас мы не про это говорим то есть емкость которая указана на батарее чтобы инвертор правильно понимал вот этот коммутационный блок блок я сейчас ставлю фотографии покажу его он суммирует получает информацию с каждого кластера и в инвертор уже должен посылать то количество ампер часов которые подключены то есть со всех бмс собирает сигнал и в инвертор подает это число ампер часов которые нужно устанавливать для того чтобы заряжался аккумулятор произошло то что инвертор перестал видеть выдал ошибку 50 58 ошибку нарушение коммутации мы приехали посмотрели но вроде все они никаких знаний не было ну мы с утра почти вот здесь весь день провели потому что меняли бды ушки меняли провода переключали в общем последовательно исключали все причины от чего это могло быть начали сначала с проводов провода оказались все нормальные то есть если мы напрямую подключаем каждый блок из 11 батарей последовательно соединенных в бмс-1 или в бмс-2 то есть инвертор видит работает прекрасно как мы все вставляем и подключаем параллельно все 6 блоков инвертор не видит пишет ошибка 58 в итоге получилось то что мы дошли до вот этого блока еще раз фотография сейчас покажу вот именно этот блок перестал работать то есть он считывал со всех кластеров но в инвертор посылал только 100 ампер часов соответственно метров не мог зарядить и он не понимал что за причина что за ошибка в итоге мы сейчас перекинули у нас был запасной такой блок мы перекинули с него все поставили все запустили но единственное что пришлось связаться с производителем в китае было пять утра вызвали инженера инженеры был на связи и перепробовали все возможные причины но они они поняли что что китай далеко что причина именно в том что что-то случилось но в китайской культуре у них нет такого слова отказать нет то есть расстроить клиента и вот он нас за за нас водил давайте так попробуем давайте это давайте здесь переделаем перенастрой теперь загрузить инвертор там инвертор перезагружали раза три наверное перенастраивали все параметры в итоге ну уже мы сказали этому инженеру ладно все отдыхай будет как будет и вопрос решили очень просто то есть мы подключили одну батарею на bms 2 запустили инвертор то есть питание пошло 580 вольт пошло на шины постоянного тока на второй блок мы подключили все остальные батареи то есть подключили через поставленный вот этот блок запустили по очереди каждый кластер ну и всем процесс пошел посмотрим до завтра и хочу сразу вот от этой темы видите за окном уже темно перейти к одному из подписчиков которому мы переписывались вот запи потенциальный клиент как он себя назвал и все вопросы которые задавал вы знаете вот у нас есть потенциал потенциальные клиенты которые хотят что-то построить сделать они говорят мне нужно сделать куда мне перевести аванс и мы начинаем работать этот же человек выведывал но абсолютно целую кучу вопросов я прекрасно понимаю что ты хочешь инвестировать ты хочешь вложить большие средства но вы поймите ребята вы до момента пока не заключите договор и внесете какую-то сумму вам никто не будет рассказывать тонкости и то что вы хотите узнать что вот я сейчас позвоню 10 таким в кавычках да дурачкам которые в ютюбе ролики снимают они мне все расскажут и я буду этим же заниматься в итоге я к чему все веду что ребята мы работаем мы не сидим на телефоне у нас в телефоне сидит отвечает менеджер он может вам написать может быть если что-то важное позвонить связаться со мной это не мой личный телефон те телефоны которые мы даем под роликами это телефоны корпоративные то есть там могут 10 человек отвечать абсолютно то есть вы не общаетесь со мной и вы там можете оставить заявку вы можете написать там какие-то вопросы если те клиенты которые с которыми работают с которым мы заключили договор у них есть прямой мой номер и мы напрямую общаемся так что друзья лирическое отступление на тот вопрос что вы там они неделями не отвечаете на мои вопросы которые я тут по на задавал как с вами работать и так далее второй момент я хотел еще рассказать по поводу дубая по поводу майнинг-центра который можно построить в арабских эмиратов отклик очень хороший много уже потенциальных клиентов позвонили поинтересовались есть у нас проект который реализуется в конце января почему конце января потому что только в конце января компания битман выпустит нам то оборудование те асик майнеры которые будут работать на биткойнами на и мы в конце января должны запустить там майнинг-центр именно в арабских эмиратах тема интересная еще раз повторюсь кому интересно кто хочет чтобы мы построили вам такой же майнинг-центр и чтобы вы майнили в той стране которая лояльна по налогам в которой лояльно относятся криптовалюте это на сегодняшний момент арабские эмираты есть еще аман но это аман отдельно вам а не вы тоже рассматриваем возможность у нас есть уже партнер который сейчас установила 40 асик майнеров в каждом контейнере 10 контейнер там очень крупный объект компания которая майнит именно в амане у меня кстати есть я может быть сейчас вставлю если не забуду вставлю ролик оборудование это тоже иммерсионные и гидромайнеры там будут стоять которые будут установлены в амане это те страны которые по соседству с арабскими эмиратами которые прекрасно понимают что будущее за криптовалютами они уже делают свои запасы в биткойнах и полностью разрешают майнить я это веду к тому что появился еще один подписчик который представляется клиентом готов миллионы евро вложить в строительство майнинг центров и так далее так далее вот мы ведем переговоры разговариваем рассказываем перекидываем презентации и после этого он дошел уже до того момента и говорит на самом деле я сам хочу этим заниматься я вот переехал в дубай и вот я хочу мне это очень интересная тема я вот тоже хочу ну ребят зачем вы вот зачем вы отнимаете мое время но если вы хотите этим заниматься ну и ищите столько информации в ютюбе на пересмотрите ролики пересмотрите какие-то не знаю литературу почитайте ну крайним если уж совсем вы динозавры воспользуйтесь гуглом если у вас нету других средств информации же очень много но отнимать и у человека у любого человека время рабочее время когда человек занимается я уж пойду в теннис поиграю или по плаваем бассейне чем пустые вот эти разговоры никому не нужны мне задавали вопрос как быть что вот bitcoin его осталось там всего то совсем ничего скоро закончится он и здесь этот майнинг накроется не друзья не совсем так блокчейн работать немножко по-другому вы здесь получаете сумму не только не то что вы маните bitcoin да вы получаете оплата идет вам биткойнах но вы еще получаете часть средств за транзакции те транзакции которые проходят в сети блокчейна именно биткойне то есть bitcoin аппарат они работают единственное что все люди видят как вырос bitcoin начинают бегом купим подороже сейчас оборудование запустим каждый год выпускается оборудование но всегда немножко лучше чем предыдущие и тот кто покупал год или два года назад даже с 19 там на гидры да там 255 тераха и 190 тераха сейчас китайцы очень хорошо их продают то есть они уже отработали свое и их там продают без обе ценок каждое оборудование но естественно прошел халвинг у половине ли вы получение своей прибыли и каждый год нужно ставить оборудование новее лучше чтобы получать больше прибыли если вы поставили оборудование сейчас понятно что через три года она уже устареет поэтому проект у вас должен рассчитан так никто не это не значит что у вас там перестанет там маги конечно он будет там свои то что он манил он так и будет работать но единственной прибыли вы получите меньше и поэтому мы сделали презентацию за может быть мы добавим какими скрины из нее рассчитали именно все параметры если мы сейчас устанавливаем майнинг и в течение три года до следующего халвинга три с половиной года маним мы получаем там семь помню 700 найду эту вставочку сейчас вставлю сюда 7 700 по моему тысяч биткоинов заработает 40 машин если мы ставим большой контейнер с иммерсионным охлаждением соответственно эти 7000 биткоинов если вы их сразу не продадите а дождетесь вот именно конца реализации проекта то с той суммы которую вы получите за стоимостью биткоина вам уже без разницы будет устарела это оборудование не устарела то есть вы в любом случае получите прибыль несколько клиентов обратились именно по строительству станции в испании в испании есть свои сложности есть трудности в испании реализовать любой проект намного сложнее и дольше то есть согласование вы знаете что в испании 10 маньяна сиеста фиеста и так далее и по этой причине все согласования делаются там как нам допустим согласовывали перелетные птицы чтобы начать работу нам согласовали месяц то есть давали разрешение что разрешим или не разрешим и все что касается майнинг центров солнечные плантации это отдельно они должны располагаться в индустриальных зонах соответственно в этих зонах земля самая дорогая и купить поставить там майнинг проблематично потому что обычно в таких местах энергии лично лишние нету покупать по дорогому тарифу от местных производителей тоже не очень хорошо поэтому остается все таки либо автономный майнинг либо гибридная электростанция что значит гибридная гибридная это солнечные панели плюс аккумуляторные батареи и плюс майнинг вот эту тему основной мы сейчас реализовываем и продвигаем и надеемся что будущее все-таки будет вот за это за этим не только за получением электроэнергии но все-таки и майнинг криптовалют с каждым годом увеличивается блокчейны различные ладин растут и все становится совсем недавно также написал подписчик вот сап и он предложил свои услуги так как он себя назвал специалистом по майнингу что он прекрасно майнит на видеокартах что все бегают за биткойном а нужно майнить какие-то там непонятные криптовалюты но я могу сказать что никто не говорит что майнить только биткойн вы посмотрите откройте сайт посмотрите какие вообще криптовалюты майнится и добываются и какие машины и какие аппараты есть есть у нас эфириум есть биткойн аппарат есть у нас олефиум каспа лайткоин и то есть дождь можно майнить то есть на тех блокчейнах на которых выпущены там какие-то криптовалюты мы имеем коины и так далее то есть можно майнить большое количество и это не значит что мы строим майнит и строим и майним только биткойн конечно мы майним абсолютно разные валюты у нас есть и машина на скп на каспу на олефиум на эфириум на биткойн и естественно когда вы диверсифицируете свою прибыль то есть вы ставите майнер зайцы бегают ставите майнер не только на одну криптовалюту она разные и соответственно вы просто набираете какое-то количество валюты и в любом случае она выстрелит не сейчас то значит через полгода через год допустим тот же олефиум многие купили целую кучу домашних асиков которые там стоили бешеным и первые купили за 13 тысяч долларов 300 100 180 ватт 360 гигахэш по-моему но манит копейки сейчас приносит пом2 олефиума в день ну что делать везде кто-то на бирже фьючерсы ставит теряет при ликвидации все на разом но в любом случае та монета которая намайнится но будем надеяться что все-таки курс поднимется допустим вот олефиум был скачок там дошло там чуть ли не по 3 доллара за монету ну мы часть монет своих продали соответственно то же самое происходит с эфиром то же самое происходит с биткойном единственное что могу сказать что после того как прошел халвинг у нас есть впереди три года это намайнить те монеты которые но они может быть кстати и к следующему осенью двадцать пятому году потому что так называемый bull run bull run может продлиться и медвежка пока начнется еще там полгода то есть есть вероятность что эта валюта может выстрелить и подорожать и вы ее продадите больше но основная мысль в том что если выпускает какое-то оборудование и понятно что зарабатывают не только те кто производит но и те кто финансирует именно эту валюту но в любом случае будущее за блокчейном в любом случае останется bitcoin останется эфириум останется все блокчейны первого уровня там добавится там xrp какая-нибудь там расу или еще чего-нибудь там валют очень много но фундаментально остается как вы видите из сми это bitcoin и в любом случае вы можете свои так называемые альткойны продавать намайнены и менять будущем на bitcoin перепродавать ну и также переводите видите друзья но такие основные вопросы хотел с вами поделиться все нужно ехать домой уже вечер в любом случае надеюсь что такая говорили на тоже поставить точки над и тем подписчикам и тем зрителям которые хотят что-то узнать и думать что здесь справочная сейчас вам выложат все расчеты пришлют друзья мои все расчеты делаем еще раз повторюсь когда у нас есть договор есть предоплата что касается по монтажу это наше любимое дело мы решаем такие моменты вот серьезные моменты как как которые но нереально решить просто так то есть мы беремся за это для нас это интересно просто поставить недавно написал подписчик сначала написал смонтируйте сколько вас будет смонтировать 8 киловатт на доме но мы прислали прайс прайс обычный 1200 евро за киловатт то есть ничего средняя цена никаких каких-то слишком завышенных цен в итоге прошло одна одна месяц или два я вчера прочитал кстати передаю привет но в любом случае вы мне пишите что мы не поставили солнечную станцию нужно что-то неправильно работает меня наверно смарт-метр неправильно установлен за сколько вы приедете поменяете переставить мне смарт-метр друзья но это же смешно я надеюсь что вы меня по не понимаете на этом все друзья с вас лайк подписка пишите свои комментарии всем удачи добра хорошего настроения с наступающим новым годом